Все деньги идут с государственного бюджета через министерство на спортивные федерации. И спортивные федерации разделяют по различным критериям, так как легкая атлетика имеет специфические критерии, как разделяют деньги по клубам, сколько там спортсменов, сколько там детей, какие там предприятия, какие там соревнования. Да, это сложно, но есть. Поэтому мы договаривались, что надо сделать такую формулу, как бы автоматически разделяли деньги. И мы дошли до того, как мерить популярный спорт. Это значит, что был международный популярный спорт. И мы дошли до того, что спорт популярен и пока много национальных федераций в международных федераций. Если баскетбол, легкая атлетика имеет 212 национальных федераций мировое, это очень большой популярный спорт. Мы дошли до того, что надо мерить тоже домашнюю популярность спорта. Но совершенно самый главный такой результат. Но это значит, что в этой математической формуле такая федерация получает деньги, которая завоевает медали на Олимпийских играх, на чемпионат мира, на чемпионатах Европы. И очень интересно, сколько людей занимается этим видом спорта. Если в Чехословакии было миллион футболистов и 50 людей, которые катались на коньках, но это большая разница. Опять надо считать с тем. Но и в конце концов мы дошли до того, что различные виды спорта имеют различные проблемы, что касается инфраструктуры и так далее. Невозможно все сравнивать. И опять дошли до того, что это тоже часть этой математической формулы. Так мы сделали. Что касается коммерческого спорта, полностью профессионального спорта, профессиональный клуб, как Спарта Прага или здесь Динамо Киев. Просто это совсем полностью профессиональные спорты. Они не входят в состав этого разделения, потому что это разделение для спортивных федераций, для подготовки на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, для подготовки талантливой молодежи. И так нет для профессионального спорта.